Этого я не помню, поэтому этого не было. Ой, вы беременна, поздравляю, все, понимаешь, у меня слезы. Я не понимала их, мы вообще разговаривали на разных языках. Сашу я лещом разбудила, говорю, вставай, говорю, я беременна. У меня даже подпольная кличка была, решала. Да, мы планируем, Саша, расписаться. Я думала, я там умрую. Я Владислава Роговенко, я участница проекта «От пацанки до понянки» и участвую в краш-тесте. Обещаю ответить на все ваши вопросы. Ну, что хочу сказать, мне не привыкать как бы от финала вылетать постоянно. Я, что была на супермоделях, я вылетела буквально перед финалом и так же получилось на проекте «От пацанки до понянки». Считаю ли я это справедливым? Ну, им виднее, я считаю, что было, когда меня выгнать, но я считаю, что у меня были большие изменения и можно было все-таки меня оставить. Обидно было, когда меня в первый раз выгнали, хотя я понимала, что у меня было за что выгнать, потому что я хорошо погуляла в Египте. Вот, но этого я не помню, поэтому этого не было. Ну, а второй раз, как бы, наверное, мне было, как бы, я и хотела даже домой вот так вот, потому что я уже устала от всего этого. Хотелось побыстрее начать новую жизнь вот так вот, потому что ты много что переосмыслил, и тут такой переломный момент был, когда тебе хочется исправить, перед многими извиниться за то, что ты там был неправ. Поэтому, ну, очень хотелось домой быстрее вернуться. Но, с другой стороны, когда вот уже тебе говорят, что все, пакую чемоданы, то, конечно, как-то приходит осознание, что больше ты не увидишь девочек, которые тебя ненавидят. Вот, и ждут, пока ты уйдешь, но, тем не менее, мы привыкли к друг другу. Как бы там на проекте не было, как бы там, что кто не говорил, как бы там мы не воевали между собой. Все равно, как бы, мы жили в одном помещении, ну, не знаю, как остальным девочкам, но я привыкаю. И, конечно, мне было жалко уходить, потому что, ну, такие родненькие уже все. Я не могу сказать, что было легче на супермоделях, потому что нет, нифига не легче. Это, тем более, снимался первый сезон, он был экспериментальным, да, поэтому нас гоняли по полной. Мы много не спали, у нас были постоянно бесконечные съемки. С девочками, конечно, напряжно было, потому что там чувствовалась конкуренция. Все такие красивые, все такие модельные, все закончили модельные школы, все такие на опыте. Вот, и там тоже, ну, своя, как бы, конкуренция. Нельзя сравнивать два совершенно разных проекта, ну, я даже не могу. Там тоже сложно было, потому что мы, как бы, ну, я, по крайней мере, я не ела, потому что меня Никитюк, Сергей, назвал тумбочка. Я маленького роста и такая большая была. Поэтому мне очень хотелось доказать, я не ела, и мне было очень плохо, меня аж тошнило, и вот эти все испытания, ну, там совершенно другая обстановка была. А на пацанках нас кормили по четыре раза на день, как бы, ну, ну, как дома, я не знаю, ну, ну, хорошо, ну, не напряжно, я не могу сказать, что сильно напряжно. Единственное, то, что читать заставляли. Вот это вот единственный напряг был. Не, ну, конечно, ну, спасибо большое преподавателям, да, мне очень понравилось, меня очень так втянулось в эти книжки. И вот первое, что я купила после проекта, это книгу. Мне на проект дали книгу «Форест Гамм», хотя фильм я смотрела. И думаю, нафига мне вообще читать эту книгу, если, в принципе, смысл я знаю. И когда я прочитала книгу «Форест Гамм», я понимаю, что отличие такое вообще, ну, ну, как будто я фильм вообще не смотрела. Поэтому я решила по своему любимому фильму «История Бенджамина Баттона» купить еще книгу. И почитать еще книгу, возможно, там будут какие-то вот несовпадения, и мне это очень интересно. Поэтому вот, первая книга, которую я купила после проекта, это «История Бенджамина Баттона». Да, заставляли почему-то именно меня, хотя на их месте я бы заставила две звезды читать, потому что она вообще предложения не может ни сформулировать, ничего. Она с ошибками пишет, просто как, ну, двухлетний ребенок. И, как бы, ну, и всех остальных. Почему только меня? Ну, потому что, наверное, я говорила сама за себя, то, что я тупая, и меня так называли, и тра-та-та, поэтому вот так вот. А я не тупая, я не образована, но я далеко не глупая, а не тупая. Вот как-то странно, вы знаете, вот, девочки, я просто, как бы, ну, участвовала уже в проекте. Я, как бы, знаю, что, да, вот, конкуренция-конкуренция, но все равно проект закончится, как бы, ну, мы будем все равно общаться. Зачем создавать вот эти конфликтные ситуации? Победитель, все равно победитель один. А зачем вы боретесь? Вы сюда пришли вообще меняться? Или вам, ну, важна победа, ну, эти, там, выигрыш 100 тысяч гривен, ну, как бы, зачем вы пришли? Поэтому, ну, я, я не видела конкуренции нигде, не потому что я там суперкрутая, а потому что, ну, а зачем, ну, как бы, мы должны дружить, мы должны помогать друг другу, ну, ну, у меня мысли такие. Когда я пыталась донести, ну, это девочкам, особенно Алёхина была против дружбы, типа, ну, какая дружба, Влада, ну, здесь конкуренция, тра-та-та, что-то ты не то говоришь. Ну, я не понимала их, мы вообще разговаривали на разных языках. Когда-то момент случился, что вот мы нормально общались, нормально общались, и девочки на меня толпой, причем, накинулись, как бы меня это, не то что, меня это обидело, потому что ко всем я отношусь хорошо, ко всем я отношусь нормально, и даже если, ну, есть какие-то за мной там ошибки, можно нормальным, типа, языком все объяснить, потому что, ну, мы как, ну, я считаю, что если мы попали на этот проект, мы уже как одна семья с проблемами почти одинаковыми, то есть, ну, я вот, я не понимала вот девочек в плане того, что вот конкуренция, здесь мы пришли не дружбу заводить, мы здесь вот, по сути, если уже такая ситуация сложилась, что мне надо было делать? Сдавать заднюю? Это вообще, это не мой, типа, характер. Я продолжала, как бы, доказывать свою позицию. Если кому-то что-то не нравится, это их проблемы. Если они уже решили у себя в голове, что вот, вот, надо ее ***, чтобы чему-то научить, я это никак, как бы, предотвратить не могу. Извиняться я перед этими людьми, я не буду. От ***, значит, ***, то я, окей. То есть, ну, заднюю сдавать, ну, как бы, я, я не такой человек. То, что там я плакала, мне просто так обидно, вот, как я с этими людьми общаюсь, когда им что-то от меня надо, а им много чего надо было, потому что я всегда, у меня там был доступ, у меня даже подпольная кличка была, решала, ну, так мало кто называл, потому что, как бы, я все могла нарешать, то есть, конфеты, там, что нам не хватало там на проекте, то есть, все у меня, как бы, было. Влада, ты можешь вещи мне какие-то дать? Можно мне то одеть? Можно это мне одеть? Фена ни у кого не было, кроме меня? Колонка, это все, это все мое, и все ко мне обращались, а можно, можно то, а можно это. Как какая-то ситуация, так, Влада, плохая. Я бы в жизни, я просто не такой человек, если я что-то имею против другого человека, я в жизни к нему не подойду, и не попрошу у него что-то. Да я подавлюсь 250 раз, ну, нету, так и нету, ну, я в жизни не подойду. Когда у нас были вечеринки, в меру уже не получалось, потому что вот когда есть как бы доступ вот открытый, бывает даже и не хочется, ну, вот у меня в холодильнике там стоит вискарь, так что, мне его надо весь выпить? Нет, ну, он у меня в доступе, могу это сделать завтра, послезавтра, то есть, я понимаю, что никто ничего не заберет, в школе леди такого не было, вот есть здесь и сейчас, завтра уже не будет, вот, вот сейчас, поэтому мы, ну, миры как бы не знали, вот, это была проблема. Ну, как справлялась, ну, ну, что, ну, разговариваешь, сама собой сидишь и думаешь, Лада, ты что, еб***ься, ну, что, алло, ты же, ты пришла что-то менять, или нет, все, ну, как бы, отпускайте мысли, давай, ну, как-то о чем-то подумай, тоже, и тяжело было и книги читать, ты вот читаешь, две страницы прочитала, потом понимаешь, две страницы ты прочитала, но ничего не поняла, потому что невнимательный, даже не вникал в эту, просто, все, уже было, о чем, о чем, ну, дальше сначала давай, травма у меня осталась, когда мы выигрывали свою мечту, когда, если мы не угадывали вопрос, как бы, нам за воротник ложили там опарыши, этих тараканов, я думала, я там умру, вот честно, я думала, что это последнее будет мое испытание, реально, это, ну, для меня это было ужасно, а потом еще, я выиграла свою мечту, а ко мне пришел пингвин, мужик переодетый в пингвина, вот это тоже была травма, лучше бы мне сказали, что, Влада, ну, там, выбери другую мечту, или отдай мечту, какому-то, ну, там, другому из девочек, я бы так и поступила, реально, я еще потом плакала, два дня с того пингвина, такой момент, который полезный, реально был для меня, это встречи с родителями, когда мы у психолога общались, когда, ну, там, мама говорила, какие у меня есть проблемы, какие она претензии имеет ко мне, какие я к ней имею претензии, ну, мама, когда сказала, что она меня любит, для меня это так приятно было, хотелось, конечно, поменяться в ее глазах, боже, у меня уже даже слезится, ну, блин, это, конечно, прикольно, это нам надо было, на самом деле, я не ожидала вообще, что моя мама приедет, что она из Днепропетровска, припрется в Киев, чтобы, вот, просто поговорить с психологом, для меня это, ну, это непередаваемо было, а если бы я ушла раньше с проектом, я бы не поговорила с мамой, после того, как я вернулась домой, мы с мамой не обсуждали больше проблем, мы просто, как бы, начали с ней общаться, ну, и все, но общаемся по сей день, как бы, если, там, я звоню маме, либо она мне звонит, мы реально, мы сейчас по телефону разговариваем, ни о чем, там, про собак, про этот, про все, вот, обо всем, ну, после супермодель по-украински, да, ну, спрос большой на меня был, много предложений было, вот, можно было по контракту поехать, вот, самое такое предложение выгодное, на мой взгляд, было это поехать в Китай, вот, на полгода, и, там, такая, внушительная зарплата была, плюс, еще можно было там на субботу, воскресенье, в другом агентстве подрабатывать, ну, и там особо рост не требовался, ну, как-то я загуляла, мне так было хорошо здесь, я узнаваемая, меня все любят, везде, в салонах, ну, как бы, я просто прихожу, как бы, сделать свои услуги, меня узнают, ой, Владислав, это что, для вас бесплатно, я думаю, ага, спасибо, спасибо, вот, ну, как-то вот я загулялась, у меня было совершенно, как бы, не до работы, я, наверное, вот, я поставила себе, какую-то вот цель, что, вот, я уже хочу замуж, что я хочу детей, и, вот, я с одним мальчиком пробовала, и мне не получалось, и это, как бы, я разбитая ходила, естественно, это бухло наркотики, потом с другим связалась, а он тоже по, по этим всем делам, помешто, вместе, потом расстались, и как-то, вот, я сильно была в этой идее, что я хочу семью, я прям, не то, что там даже хотела, я требовала это, вот, вот, от кого бы я не встречала в своей жизни, я уже, вот, только я познакомилась с мужчиной, я уже думаю, все, это мой будущий муж, это так нельзя, на самом деле, я только пришла к этому выводу, и, на самом деле, когда ты отпускаешь эти мысли, что нахер оно все надо, еще все успеется, лучше, ну, как бы, жить для себя, лучше, ну, заниматься саморазвитием, будет, будет, не будет, не будет, просто надо отпустить эту мысль, и только, блин, я отпустила эту мысль, только я разошлась, как бы, только у меня мысли, что я буду заниматься саморазвитием, что я там поеду, погуляю туда, туда, сюда, уже план на лето, так вот, получилось, что, после проекта, у меня появился молодой человек, и, ну, с такими правильными мыслями, ну, до этого я встречалась с мальчиками, которые не то, что, они не думали о какой-то там семье, о этот, но это смешно, просто, даже если бы я сказала им, а ты думаешь о семье, они бы, наверное, испугались бы, а вот, когда я познакомилась с Сашей, то есть, у него вот такие вот понятия, взрослые, не для своего возраста, что, ну, мне пора уже, ну, как бы, жениться, я не хочу гулять, он ко мне приезжал и говорит, если ты, ну, как бы, хочешь со мной погулять, то я мужчина не из таких, мне гулять не надо, я ищу серьезных отношений, это мне мужчина говорит, это нормально вообще, ну, это, как будто я гулящая, я, как бабник, а он вот такой вот порядочный весь из себя, а я его не искала, он меня сам нашел, он сам меня нашел, короче, а как это все получилось, я участвовала в программе, у Дурнева, Дурнев ищет парня, после проекта, ну, потом меня забрали в проект, пацанки до понянки, и эфир у Дурнева еще не вышел, он вышел тогда, когда я была на проекте уже, мы там на проекте его и смотрели, потом, когда я вернулась с проектом, мне в инстаграме написал Саша, а я взяла ему и ответила, ну, я посмотрела по профилю, вроде нормальный пацан, я полненьких люблю, все, как я говорила у Дурнева, а он мне там что-то написал, я тебя увидел у Дурнева, ты вообще, типа, красотка, там, тра-та-та, а я ему ответила, типа, спасибо, что-то такое, а он мне в ответ, о, нифига себе, ты мне ответила, там, тра-та-та, не против, мы продолжим с тобой общение, мне скучно дома, ну, не против, давай продолжим общение, ну, как бы, продолжали мы в инстаграме общаться, и потом, я уже задумалась, потому что мы уже там день общаемся, почти, блин, целый день, потом на второй уже принесся, я так подумала про себя, надо на видеосвязь выйти, потому что, ну, как бы, а вдруг какое-то говно, а я, блядь, уже два дня провожу в этих переписках, и жду сообщения, постоянно, думаю, может, ну, как бы, ну, не особо красивое по видео будет, надо позвонить, я ему предложила, он такой, да, да, конечно, типа, думаю, чё, блин, ну, так общались, и потом он мне спросил, что я буду на Новый год делать, а на Новый год, как бы, у меня уже пять лет подряд, наверное, я праздную одна, ну, и также, и день рождения, потому что, вот, Новый год, и день рождения мое следующее, и я праздную одна, ну, мне так получается, либо там я в отношениях, и мы как раз под Новый год расстаемся, вот, это как специально, вот, чтобы подарки мне не дарить, это вот, и Саша говорит, типа, что мне тоже не с кем праздновать, давай, я приеду к тебе, блин, я переживаю, думаю, ну, и так Новый год будет, х**, а если еще человек приедет, приедет незнакомый, если нам еще поговорить будет нечем, это, это, такой тупняк будет вообще конкретный на Новый год, я ему говорю, давай после уже Нового года, я тут, ну, как бы отсижусь, там, тра-та-та, после Нового года приехать, потому что, ну, как человек с Одессы бы приехал, я ему сказала, ой, извини, там у меня подружки меня там пригласили, да, хочешь тут, покантуйся тут, короче, дома, а я скоро приеду, тоже некрасиво, ну, короче, мне уговаривал, уговаривал, в общем, я согласилась, думаю, ладно, хуже не будет, х**, ну, и он приехал, и на Новый год, как бы, боже, я еще гуляла перед тем, как его встретить, я такая буховая вышла, я еще под утро, я проснулась, а я еще пьяная, короче, я вышла, я Сашку встретила, ну, два часа я сказала, что я точно посплю, маме сказала, что ко мне там чувак приедет, мама именно, ты что, Влада, как так можно, ты же только познакомилась, он тебя ограбит, он тебя вообще убьет, когда мама познакомилась с Сашей, что мне теперь сейчас мама говорит, ты Сашу не обижай, Саша, такой хороший мальчик, такой порядочный, ты мне тут Сашу не обижай, а то уйдет, понимаешь, теперь уже другая версия совершает, теперь у меня Саша, любимчик, все, там уже все, там, чтобы я маме не говорила, если я скажу, что меня Саша обижает, мама скажет, что больная, ты вообще себя видела, тебя можно обидеть, это так, короче, я в любом случае, я буду не права, ну, короче, вот так вот начали жить вместе, ну, он действительно, он такой добрый, он такой хороший, у меня вот первое время, я просто выбирала всегда мужчин, ну, не тех, ну, мы всегда так выбираем мужчин, не тех, первое время, такое вот чувство было, что, блин, ну, как-то вот не так, у меня мужчины всегда были, они такие, знаешь, строгие, такие, богу-богу, знаешь, ну, такие, а Саша такой добрый, такой, думаю, боже, ну, что с ним делать, но это была не любовь, с первого взгляда, вот так вот, это, ну, как-то это постепенно, потом я понимаю, ну, как человек ко мне относится, вот, ну, он такой хороший, вот, чтобы его не попросить, я понимаю, что, ну, он не хочет этого делать, но он все равно делает, потому что я его попросила, ну, таких, как Саша, уже больше все, это не найдешь, Саша, наверное, на это 5% мужчин таких, ну, 10, ладно, пусть будет, да, Сашка меня заикрил, Сашка решил остаться тут, навсегда в Днепре, вот так вот я Новый год погуляла, ну, мы с Сашей, как бы, долго общались, ну, как бы, он мне объяснял свою позицию, то есть, если я, девушка, как бы, несерьезная, если я хочу гулять, чтобы я его тоже, она, как бы, не отвлекала, что он хочет уже детей, это мне мужчина, представляете, вот мою реакцию, так вот я сижу и слушаю, вот это вот все, когда мне мужчина говорит, что мне уже пора, говорю, ну, кому тебе пора, тебе 25 лет, кому пора, обычно даже в 30 об этом не говорят, как бы, что мне уже пора, а вот человек говорит, что, ну, как бы, ну, я вот это не хочу бегать, я не хочу вот этот, мне надо вот одна жена, я хочу детей уже, ну, как бы, уже пора, он, 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 короче, он в Инстаграме, это вообще не тот человек, который там будет с другими девочками, переписываться знакомиться это вообще вот я это исключаю вообще варианты такое доверие к саше потому что он реально его заслужил такого как бы не было конечно его не проверяла но я думаю даже и не надо потому что человек действительно внушая доверия он все для этого делает что ну я так не думала то есть у нас даже повода поссориться нет мне это так умарит я уже придумал на ходу но это смешно с моей стороны просто смотрится как бы я не против детей я тоже очень хотела ну как бы ребенка просто для себя его рожать не очень бы хотелось конечно но я готова была даже просто его для себя родить вот когда ты приходишь к моменту когда ты просто готов для себя ребенка родить вот тогда и надо просто если ты пытаешься таким способом удержать мужчину там вот я сейчас рожу ребенка все он никуда не уйдет то это фигня то есть он в любом случае уйдет либо ты хочешь ребенка либо ты не хочешь вот надо просто принять решение ты для себя готова вот чтобы он у тебя был это твой ребенок и все без мужчины даже если ты готова значит значит все значит это это надо делать я уже готова я уже пришла к тому что я в принципе готова я одна воспитывает ребенка ну и тут сашка появился и он говорит об этом я говорю об этом вот и ну и так сложилось что мы не пользовались контрацепцией ну конечно в шоке был в чем я не знаю вот он такой удивленный был это как 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 ну как ну вот так вот так вот и вот так вот результат а что от этого не бывает детей или что это просто так тыкаться и ничего не произойдет но так знаешь ну как это так саша ждал еще в месячных я ему говорю что месячных не будет уже уже пахан ты уже пахан всего без вариантов то не может быть то не может быть а у меня просто реально месячные идут примут под срок вот в день в день просто их нет я уже заподозрила я просто раньше была беременная у меня случился выкидыш и я знаю это чувство это у меня сразу первое первое это то что сбивается сон вроде я уставшая вроде спать хочется но я не могу тупняк именно в голове когда я маме это говорю мама говорит что у меня тупняк в голове постоянно но нет это другой тупняк и я уже тогда поняла там за два дня до месячных я уже понимала что что не то потом месячные не пришли я когда собака и гуляла я взяла тесты я делаю теста у меня вторая полоска еле видно то есть как бы она есть ну вроде как бы ее нет сашу еле еще потом разбудила говорю вставай я беременна как это поздравляю саша поздравил потом мы вместе он уже раздуплился потом вместе опять пошли по трем аптекам и купили в трех разных аптеках еще тесты у нас куча тестов просто этих дома ну и я решила пойти в больницу потому что я помню свой первый опыт с выкидышем я не хотела чтобы это повторилось я быстро побежала в больницу и узи не показала что я беременна говорят но у вас такой маленький срок что здесь как бы ничего не видно вы точно я говорю ну как бы да точно 1 через неделю уже до сказали так и так я поддавала все анализы я очень рада на учет стала очень прямо я прибежала в эту больницу носите вы беременны да а мне когда вот это спрашивают вы беременны да у меня же прямо слезы льются а все понятно у вас там гормоны там трата так как они там это называют мне так это поздравляю когда мне поздравляли там врачи мой выберем на поздравляю все поймешь у меня слезы поздравляю я не верю повержена поздравляю с беременностью поэтому это долгожданная ляля будет я понимаю что то ребенок я буду рада любому исходу если это будет мальчик это тоже прекрасно если это будет девочка это тоже замечательно просто мальчик шок и у него игры он будет меня бегать постоянно убивать по дому ну то есть это машинки это пистолетики это вот такие вот игрушки с девочкой с девочкой я так думаю так на будущее что мы можем шопиться вместе можем ходить на маникюр как бы вместе вот косички то в парикмахерской заплетать вместе то есть ну я буду там спросить ребенка да мне помочь там по хозяйству да потому что как-то к мальчику как-то так не особо допроситься потому что не там своего а с девочкой может там дочки матери поиграть там и да и заставить ее так как-то лояльно помыть там посуду либо еще там чё-то да поиграй в дочке мать ты же у нас хозяйка хозяйка давай покажи ягоды хозяйка ну конечно заставлять я не буду делать это как в процессе игры разве что но тем не менее девочки интереснее там и даже и вот вещах интересные я не воспринимаю ребенка как игрушка понимаешь что очень тяжело но вот в таких вот деталях я просто знаю что у меня у сестры девочка и они такие капризные они такие смешные даже вот в этих в этих капризах они когда что придумывают это я не хочу жениться я не хочу того чтобы там у я с квартиры этой уходила тому почему у меня сисек нет там такое придумывают просто не чудо покупаешь то что нравится тебе а это стоит говорит а я не хочу эту курточку я хочу розовую курточку но как-то вот как-то повеселее думаю что с девочкой будет мама сказала куда тебе ребенка ты сама еще ребенок куда тебе ребенка ничего страшного потому что мне 25 лет как бы сестра уже 16 родила она уже на мать троих детей в 30 в 31 вот там а мне куда там я себя веду как подросток да я там бывает придурочная немного ну зато я буду веселой мамы сашка должен был уехать в марте уже но так как карантин но ничего не работает и он дома вот карантин закончится когда все наладится я думаю что его заберут в море и это на 6 месяцев то есть если его заберут я буду рожать сама и буду сама как бы сидеть с ребенком но с другой стороны как бы я думаю позитивно всегда а нафиг он мне нужен мало того что я буду шокирована тем что у меня ребенок что он постоянно будет не давать мне спать так еще саша будет требовать меня еду что ну это просто и туда и сюда и за всеми надо заботиться что может быть это и не хорошо что саша уедет приедет я уже хотя бы в этот ритм войду с ребенком вот чтобы он на злую не видел и плачущая над коляской и хоть как-то отравмировать мужчину что это так сложно надо его народы повести я бы не хотела я бы вот я я реально не хотела бы не дай бог чтобы саша был народах и видел этот вообще ужас я бы наверное был потом в жизни бы девушку не захотела бы если бы увидела вот такое что там народах происходит я сама вот я когда видео просто посмотрела как рожают ну мне даже страшно рожать теперь а тут еще ну как бы мужчину привести ну нафиг мужчина и так должен понимать что это ну как бы это болезненный процесс я об этом не думала но я думаю что я заведу отдельный инстаграм вот чтоб не портить кто на меня там уже подписан да если им интересно как и там за своим ребенком слежу какие у меня сложности и вообще и как я себя чувствую то для них будет другой совершенно инстаграм вот потому что вы сами понимаете что не каждому это надо я не знаю вот честно наверное первое время конечно этом буду просто фотографировать ручки ножки а потом наверное мы уже когда сашкой покрестим ребенка тогда буду выставлять уже фотографии нормально нет абсолютно не переживаю я понимаю ну что я как бы я выражу человека поэтому насколько ты не поправилась как бы я за это абсолютно не переживая знаю что при большом желании скинуть вес это это все реально поэтому я за это вообще не переживаю главное чтоб ребенок был здоровый я кушаю нормально как бы все что меня там прописывает даже больше поэтому я за это не переживаю у меня такого нет ну что значит вещи заранее не покупать ну такой бред я я в это не верю я не знаю вещи но почему нельзя вещи заранее покупать потому что возможно что-то случится ну там выкидешь например как у меня в первый раз случился то просто это еще больше до тебя травма будка это будешь ты эти вещи смотреть и ну и понимать что блин блин ну а так это ничего не случится ну что это наверное даже правильный подход заранее покупать вещи понятное дело ну там как я это сделала на втором месяце когда я узнала что я беременна я купила кроватку вот это вот неправильно а вообще в принципе все беременные покупают все заранее правильно просто не в те сроки как я нет она так чтоб сказать что у меня там что-то обострилась нет я как жрала ночью я могу проснуться пойти к холодильнику у меня до этого такое было и даже девочки докажут что у меня у меня вещах все время припрятано было там шоколадка чипсики там еще какая-то сладкая вода там кола фан там и под утро где-то там 5 6 часов я все время шуршала там в раздевалке короче кушала либо чипсы либо там ну что-нибудь яблоко там обрызана уже я сплю а ну рядом просто чалится я девочек будила своим хрустом не горит роговянка это ты я задолбала ночью жрать поэтому у меня было такое до этого ну и сейчас ничего не поменялось первое время мне был токсикоз ужасный я не могла никуда ходить меня все раздражало я даже когда продуктовый магазин захожу я слышу тут запахи выпечка это там еще что фу боже это это все я могла вот так вот ну я на почте стою мне становится душно я понимаю что ну как бы вот-вот-вот-вот-вот надо выходить на свежем отдыхе нормально мне было но это уже слава богу прошло я думаю что это еще и будет но слава богу я пережила этот момент да нет над именами еще не думала еще рано если мальчик будет то марк я не знаю почему но мне очень нравится это имя я другое просто не представляю вот марк вот все она такая и грубая и вроде ну ну короче ну нравится мне но так и не думала если честно если девочка будет честно даже не знаю за два месяца наверное уже буду думать сейчас как-то это не проблема не до проекта у меня не было друзей и после проекта также я пришла к выводу какого у меня до проекта конечно были было общение то есть с девочками с мальчиками как бы ну типа дружба но когда у них проблема я просто заметила что я выше себя прыгаю чтобы им помочь вот у меня так всегда даже если я понимаю что то не в моих силах но я пробую я через других людей пытаюсь решить эту проблему какая бы она ни была когда проблема у меня ну к сожалению никто не может ни у кого времени нет и как-то вот осадок появляется то есть ты не чувствуешь уверенности в этих людях недавно ситуация была человек мне ни разу не позвонил не спросил как у меня дела но зато она каждый раз спрашивает когда я сделаю рекламу хотя я вообще ей ничего ничем не обязана ну по сути и меня это так как-то ну удивляет напрягает я понимаю что бескорыстной дружбы я просто не найду я просто такой человек да вот вот у меня появился саша все мне никто не нужен я не знаю какие там подружки да я могу общаться не каждый день я не хочу гулять я не хочу ездить в парке я не хочу по ресторанам этим болтаться мне не надо мне лучше дома сашка фильм посмотреть либо сашка это в парк пройтись и да там у меня с теми подругами не жить ну как они мне ну как бы в жизни там не поможет и ночью ну я считаю что в отношении главное доверие то есть саша мне доверять ему доверяю при желании мы ну как бы что я могу ему изменить и он об этом не узнает что он также может в одессу поехать типа к родителям там погулять и вернуться но тут главное доверие считаю что если не доверяешь человеку лучше и не строить отношения потому что это будет постоянный скандал и выяснение где ты был проверка телефона мне вообще комфортно там где как бы мой любимый человек вот где мои вещи там не будет как бы комфортно мне не принципиально просто ну я жила в киеве год мне почему-то мне нравится это так долго ехать до своего места назначения реально полтора часа если ты еще пробки станешь это просто ну я не знаю это не мой город тем более ну как бы я работаю на дому но пожить я бы хотела где-то на острове можно даже бизнес делать там кстати на острове снять большой какой-то отель да и отсюда же туристов привозить как от своего имени меня много кто знает я вообще там и шоу программы и все на свете и куда там повезти всех как бы я знаю на инстаграме честно говоря я так особо не могу сказать что я прям зарабатываю что там большие деньги нет конечно дают за рекламу деньги не могу сказать что прям всю 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 рекламу беру бывает предлагают веб-модели на рекламу я в жизни такое не пререкламирую ни за какие деньги насколько вот я могу даже сказать ну на 10 тысяч зарабатывать но для наверно вот человека который работает наверное это нормально типа 10 тыс зарабатывать я понимаю что у меня только там три с половиной тысячи уйдет на коммуналку тысяча стоит пар плата это просто потому что живу в этом доме я думала вот мне очень бы хотелось заняться вещами я хотела бы пошить свои спортивные костюмы потому что я любитель спортивных костюмов вот и хотелось бы ну как бы осуществить эту мечту можно так сказать но очень трудно людям объяснить что если качественный костюм будет но надо хотя бы там за две с половиной продавать а люди о две с половиной это уже много будет а получается если его за тысячу это представлять это ткани пошив но она не выйдет и я ничего не заработаю ну и костюм такое себе будет за тысячу поэтому ну хочется максимально это сделать качественно но понимаешь что за качество нужно и платить а людям это ну как я объясню поэтому такой спорный вопрос еще я думала создать свою линейку шампунь и бальзамов и маски для волос вот мы сейчас с сашкой вот думаем как это все провернуть да мы планируем саше расписаться но чтобы это прям была свадьба если бы у нас было кого пригласить еще и состоятельных людей когда действительно ты понимаешь это свадьба купится а просто деньги выбросить блин платье это купить сколько она сейчас блин стоит тут реально красивая вот я смотрела от дизайнеров там еще какие то чтобы не на базаре где-то купить там за пятерку гривень а хочется ж такое чтоб ого-го ну будет ну трешка зелени стоит такой ну самое самое такое нормально есть конечно и больше там вообще страшную сумму бывают платье блин дорогущая стол этот накрыть где-то аренда понимаешь ты салют и все вау-вау и для кого чтобы она погуляли мы один день и все я лучше за эти деньги либо машину куплю либо не медовый месяц себе устрою а медовых два месяца себе устрою правильно мы же для себя это делаем или для кого-то мы это делаем поэтому я планирую так в аренду взять красивое платье пофотографироваться чисто чтоб красивые фотографии были мы пойдем распишемся красивые фотографии и дальше мы там еще можем чисто так традиционные еще где-то чина шри-ланки поехать понимаешь там под этими всеми делами на пляже еще там еще раз поклясться чтоб там тоже красивые фотографии сделать и лучше конечно бабки на себя потратить чем тут отгулять свадьбу один день набухаться и забыть саша уходит в рейс документы реально дорогие очень и просто вот если так подумаешь что сейчас он уходит в рейс у него документы все сделаны там документы оформить что он вводен к рейсу очень дорогие там около пятерка зелени просто уходит на документы и сейчас переделать эти документы и вносить нюанс то что он там женился как-то глупо потом уже после рейса он приедет и мы нормально спокойно как бы распишемся он еще говорит свою фамилию его брать понимаешь колесниченко чтоб я колесниченко влада я всегда буду роговенкой ему говорю бери мою не хочет нет наверно ну либо я об этом не знаю до захоронение ну там короче нарушение путин но я не за рулем была не я была за рулем но короче я попала за компанию да нет я сплю постоянно конечно я мечтала я всегда с детства я хотела замораживать чтобы время останавливалась да вот так вот заморозил прошелся у всех по карманам там наш все позабирал либо там магазин зашел все позабирал и все и все классно у тебя я хотела время останавливать конечно я даже купалась и тогда когда куча людей было на пляже я просто заложу воду снимаю все снимает трусы наматываю это все на руку плыву там где ты все равно не выныриваешь поплаву поплаву но так хорошо ты себя таким свободным чувствуешь надо выйти главное не потерять ничего чтобы у тебя с руки не слетела все одевайся там и выходишь ну классно галашом это незабываемое ощущение я советую каждому вот проплыть хоть хоть чуть-чуть галашом ну класс особенно без трусиков так прекрасно так легко иди хоть мордочку свою покажи иди вот такой у меня борода ты такой вот вот бегемотик мой добренький